Его политическое время заканчивается. С мордобоем. Вернуться на завод, но на какой? Во время его правления практически все заводы закрылись в Александрии. Все. Можете не доверять. Мол, у меня нет денег, но за саму дорогу спасибо. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И да, это мое личное мнение и это дисклеймер. И на этой неделе в Александрии будут настоящие выборы впервые за 20 лет. У кого же самые высокие шансы на победу? Канал 1 плюс 1 приехал в Александрию. Степан Цыпюк спрятался от журналистов. Драка во время заседания избирательной комиссии. Уникальные кадры. На Кировоградщине неделя резонансных ДТП. Пешеходы буквально оказываются под колесами автомобилей. И новый губернатор Андрей Назаренко отменил цензуру Болоня. Это радостное событие. В Александрии будут наконец-то настоящие выборы. У александрийцев будет шанс впервые за 20 лет выбирать. Вот это поворот! И все потому, что новость номер один, и это то, что цитируют практически все сайты на Кировоградщине, Сергей Кузьменко не исключает, что будет баллотироваться в мэра Александрии. А у него есть все шансы выиграть эти выборы. Потому что у Сергея Кузьменко, который еще даже не объявил, что идет в мэра Александрии, уже 41,2%. У его ближайшего оппонента и пока еще мэра Александрии Цыпюка 42%. Это несмотря на всю избирательную кампанию, которую он уже начал 2 месяца назад. По поводу результатов, это чистая математика от социологического исследования группы рейтинга. Помню, это один из пяти официальных всеукраинских социологических институтов. Еще буквально две интересные детали. Если у Кузьменко и Цыпюка по 40% у каждого, то остальные потенциальные кандидаты отстают практически катастрофически. Потому что ближайшего там 6%. Ну и показатель настроения Александрийцев. Почти половина, это 45%, не удовлетворена положением дел в Александрии. Тех, кому все нравится, меньше на 1%. Такие цифры социологии – это показатель напряженной борьбы, которая предстоит на этих выборах в Александрии. Цыпюк, который не привык к сильным соперникам, будет пытаться удержать свою власть любыми способами. Остановитесь! 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 Почему? Потому что он сделал из Александрии практически свою феодальную вотчину. У всех его родственников и соратников есть бизнесы в Александрии, схемы, земельные вопросы. И, с другой стороны, сами александрийцы, они объединяются против Цыпюка. Они, например, создали общественную инициативу «Александрия без Цыпюка». И каждый день в ней новые активисты. У 2013-го года Национальная спилка журналистов Украины, до которой я належу, оголосила Степана Цыпюка ворогом преси. У 2015-го года мы, журналісти городских и районных писателей, Мы подписали открытие вернение до общественности, в котором выисловили свое беспокойство в связи с гортанием свободы слова и перешкоджением профессиональной деятельности журналистов. Среди тех, кто больше потерпел от зухвальства местных посадков, был Руслан Гаврилов. Мы поддерживали его в его борьбе за свое право бесперешкодно заниматься журналистской деятельностью. Сегодня Руслана нет среди нас, и это большая потеря для города, и не только. Но я точно знаю, если бы все было хорошо, и Руслан был среди нас, он бы первым присоединился к акции «Олександрія Бесцеплюка». Саме тому, в память про своего коллегу, я приеднуюсь до громадской инициативы и також говорю, сегодня однозначно «Олександрія» потребен новый міський голова. Ну а насколько в «Александрії» все действительно жарко, подтверждает факт драки во время заседания избирательной комиссии в «Александрії». Там Олег Банковский, это представитель полицилы, который поддерживает Цепюка, подрался с членом избирком Александром Иванем. Так Александрию делят на округе. С мордобоем. И это только начало грязных приемов от Степана Цепюка будет много. Да, они, в принципе, и не заканчивались. Так в центре «Александрии» закончили крутить фильмы для детей и взрослых с рекламой Цепюка под лозунгом «Доверяй справа». Все, можете не доверять, выдыхайте. Вечно только любовь. Официально Горсовет оправдывается, что, мол, закончили так резко кинотеатр сам из-за погоды и коронавируса. Но тут они противоречат самому Цепюку, который всю пандемию повторяет, что коронавируса в Александрии нет. А с коронавируса не будет. Нет коронавируса. По кинотеатру я тоже объясню. И тут тоже чистая математика. Дело в том, что за свою политическую рекламу, вы помните, там постоянные плакаты «Степан Цепюк», «Доверяясь справам» и так далее, Цепюк платил деньгами александрийцев с бюджета, не своими. Но теперь с 5 сентября началась официальная избирательная кампания. И дурить дальше александрийцеву Цепюка не получится. Нужно платить из собственного кармара деньги за свою рекламу. Но этого Цепюк не хочет и не умеет. Поэтому кинотеатр для александрийцев, он свернул. Нефиг за свой счет, для горожан что-то хорошее делать. Обломался Цепан Цепюк и со своей рекламой на бигбордах в Александрии. Напомню, в городе он взял и в наглую заклеил всю остальную рекламу практически своими бигбордами. Причем заклеил не только других кандидатов, но и предпринимателей. Напомню, раньше Цепюк просто получил по шапке от МЧСников, те просто сорвали плакати Цепюка. А в этом конкретном случае вот такое хамство Цепюка уже вызвало интерес у канала 1 плюс 1 и ТСН. Админресурсы и тиск на бизнес. Попри те, что официально выборчая кампания до местных раций еще не стартувала, в регионах підприемцы и потенциальные кандидаты уже скаржаются на тиск, кажут в Александрии, чтобы не допустить появу политической рекламы имоверных конкурентов, местная влада своей рекламой заклеивает чужие рекламные щиты. Журналистка Лена Шворок лично побывала в Александрии и попробовала разобраться в этом беспределе. Она услышала, как на Цепюка жалуются александрийцы, но комментария самого пока еще мэра Александрии она не смогла получить. Горсовете отмазались карантином и сказали, что, мол, отвечать мы будем письменно. Само вольно, не погоджуючи абсолютно ни с кем, мэр размещает свою рекламу на наших рекламных конструкциях. Говорит, это социальная реклама. Суд, ставши на нашу сторону, всі аргументи наші вислухав, що прийняв рішення, що ми законно стоїмо. Тут є перешкоджання законної господарської діяльності і в певній мірі можливість зловживання службовим становищем. Разом із підприємцями прямуємо у мерію. Хочем ви поспілкуватися, я думаю, вже зрозумілося. Я хочу з Степаном Хриловичем, зачем? Він перший особо. Він, естественно, в ньому і рідні прийоми. Представниця мерії повідомила, що через карантин прийому громадян немає. Можна лише листуватися. Однак на час підготовки цього сюжету навіть письмового коментаря ТСН не отримала. Понятно, що відповідати для плюсів оперативно там ніхто не збирався. Всі ці дії ЦПК, лихорадочне закриття кінотеатру, попытка нагнути александрійських підприємців – це все панічний страх Степана Кириловича від того, що його політичне час закінчується. Ха-ха-ха-ха-ха! Руки вверху! Ваша кисерка спята! І вже зараз можна задавати вопрос, куди ж уйдет Степан Цепюк после виборів 2020. Коє його будущее? Вернуться на завод, але на якій? Вовремя його правління практично все заводы закройлися у александриї. Можна лише в управдому в якій-ній ОСББ? Или просто на пенсію? Впрочем, ваші варианты работы для ЦПК можете оставлять в коментаріях. Какая-то страшная неделя на Кировоградщині, сразу несколько резонансных аварій в Кропивницьком и в других городах. Самая громкая из них – это авария на улице Евгения Чекаленко, это бывшая Медведева в Кропивницьком. Женщина переходила по землю дорогу и в этот момент ее сбила и, мало того, переехала машина. Женщина погибла, а за рулем машины, как сообщают, была директорка одной из кропивницких школ. Из власних джерел журналістам СІБІН стало відомо, що загибла бібліотекарка Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті. А за кермом була директорка однієї зі шкіл Кропивницького. Водійка була твереза за попереднім даним. Наразі водійка перебуває в лікарні, затримана в порядку статті 208 КПКУ. В комментариях в Фейсбуке под сообщением этим уже есть советы поставить на том месте светофор, потому что сам пешеход – это главная артерия, когда студенты педуниверситета идут в саму университету утром, например, или вечером. И понятное дело, что теоретически такие смертельные аварии могут повторяться. Поэтому да, вполне возможно, светофор – это то, что нужно на этом месте. И практически одновременно в тот же день Светловодские на пешеходном переходе сбили девушку. Слава богу, она жива, сейчас находится в больнице в Кременчуге. Но интересно, что водитель, который ее сбил, отказался финансово помогать ей. Мол, у меня нет денег. То есть машина есть, деньги на машину есть, а вот помочь – нет. Не, ну а че, и что-то эти пешеходы тут расходились, ага. По поводу дорог Кропивницка мне только о плохом. Меня радует слушать реконструкция на Полтавской. Появится, я так понимаю, круг на съезде моста от аэропорта. И расширяют саму улицу Полтавскую. Сейчас двигаемся по мосту, который был остаточно реконструированы в прошлом году. И у него увеличена пропускная возможность. А далее, далее на нас ждут ремонтные работы по улице Полтавской. Здесь установят ось таке разделение поло, что дает возможность комфортно для водителей проезжать это перекрестя. Так, да, сводит до минимума выликнення аварийных ситуаций на дороге. А далее, далее расширяют проезжую часть, что развантажит автопотек по данному напрямку. Причем, ну, я так понимаю, что раньше она уже не справлялась с таким наплывом автомобилей, которые сейчас есть в Кропивницком. Ну и радует то, что расширяют не только дорогу, но и коммуникации меняют. Но вот по поводу коммуникации, я как представлю, сколько их менять нужно в городе, то это еще лет 5-10. По словам председателя, все дорожные работы необходимо производить таким образом, чтобы в будущем не пришлось заново переделывать. Сразу после проверки качества выполненных работ по асфальтированию городских улиц, Виталин Оливкин поставил задачу незамедлительно приступить к замене всех подземных коммуникаций, горячего и холодного водоснабжения, с целью предотвращения аварийных ситуаций в осенне-зимний период. Чтобы завтра весь город, прям весь, был перекопан. Но за саму дорогу спасибо, приятно. Ну и несмотря на мою постоянную критику власти, здесь я не могу ее не похвалить. Новый глава Кировородской облгосадминистрации Андрей Назаренко отменил решение своего предшественника Андрея Болоня не пускать журналистов на аппаратное заседание в самой облгосадминистрации. Болоня критиковали за эту цензуру и Назаренко цензуру Болоня отменил. Это плюс, как по мне, так что впервые за год местные журналисты появятся на аппаратке в понедельник. А это будет характеризовать Кировоградскую областную власть как более открытую. И на этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяется на краще. Но кроме политического будущего пока еще мэра Александра Андрея Степана Цыпюка. Пока.